так вторая лекция на первую мы общались по вопросам которые были у участников вебинара сегодня рассмотрим зачем принципе объем почему непосредственно уклон будет на объемный анализ хотя технический анализ также применяется особенно классический ну по большей части классический мы даже спустя много лет все-таки добавили инструменты для черчения то есть там линии базовым можно провести такие функции для классического анализа в принципе есть все кроме индикаторов вот индикатор который действительно базируется на не только на цене и времени но и на данных по объему это видаблы и пи среднеизвешенная относительно объема мы также будем изучать детально на курсе которые будут длиться 6 месяцев фактически это кафедра кафедра называется потому что можно выбирать какие блоки вы хотите пройти какие вам не нужны либо вы уже достаточно знаете чтобы повторно это не изучать всего будет четыре блока сейчас я посмотрю разместили информацию про блоки нет еще нет ну сегодня завтра будет информация кстати 10 марта курс basic базовые тактики по объему анализов будет четыре блока теории два блока практики значит практически каждый блок будет идти месяц как раз получается 6 месяцев решили сделать такой длинный и долгий курс ну уже были профкурсы опыт и по три месяца то есть все равно не хватает нужно еще особенно тем кто планирует переквалифицироваться с технического анализа и в основном работал на форекс на фьючерсный рынок либо же на фондовый там немножко нужно будет еще пройти теории и вот как раз два месяца на закрепление всего материала это вот идет на практику там два месяца чем один месяц одного типа практика будет и последний месяц это уже активно практически там каждый день зависит от критериев и триггеров по рынку также будет задание домашнее развиваться на группы группы будут разделены естественно по инструментам допустим валютные фьючерсы и одна группа группа по и сын пи либо по российскому рынку одни задания то есть естественно практика также будет в отдельности хотя ее могут посещать допустим практика по валюту валютному фьючерсу на пару евро доллар могут посещать и те и те группы просто чтобы конкретно одному инструменту либо же одной группе инструментов уделять внимание в определенные дни всего будет 32 занятия 32 лекции и около 16 занятий практики всего за весь период кафедры домашнее задание естественно проверка ну в общем по поводу вопроса михаила базовый принцип работы модулей принцип работы модулей обязательно это будет первом блоке в котором мы будем изучать фундаментальные знания и для фьючерсных и фондовых рынков также особенно работа платформы волфикс потому что чем лучше вы знаете платформу чем лучше вы используете качественнее и максимально эффективно тем лучше результат потому что по статистике есть статистика на какие модули платформы волфикс в основном используют трейдеры при торговле это марва график и кластер чар там где дельта последнее время начал также активно используются бог чарт и благодаря и открытым вебинаром где я рассказывал объемом анализе их деталях также тиковый график начали уже смотреть потому что там скрыто очень много интересного и базовый курс для тех кто только начинает отдельно хочет от всей кафедры изучить пока только базовые знания в принципе можете посетить базовый курс и затем просто на остальные три четыре блока прийти то есть это не будет столь неправильно допустим то есть если вы планируете начать свой 4 14 марта и на полгода уйти в торговлю изучение торговли изучение торговых стратегий тактик то вот начиная с первого дня и до последнего шаг за шагом изучение то есть естественно вы можете выбирать блоки там третий четвертый блок теории вон будет посвящен четвертый блок стратегиям то есть непосредственно работа с отбором критериев триггеры анализ подготовка третий блок будет посвящен третий второй можем так сказать типом анализа рынка то есть кроме объемного будущий изучаться профильный анализ рынка марки профайл поток ликвидности price action базовые аспекты и основы 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 и на третьем будут тактические действия то есть при каких типов анализа вы используете комбинируя их какие можно изымать информационные потоки с того что есть то есть все будет много можно будет и записывать и пересматривать записи вебинары ну в общем 14 марта собираются участники и это как первое вступительное такое занятие уже будет непосредственно будет решаться вопрос о расписании то есть два раза в неделю но какие дни большинству будет очень кстати чтобы комфортно символы также будет вопрос подниматься по расписанию майские праздники и летний период так ну собственно о предстоящем событии мы пообщались теперь по объемному анализу и так большинстве триггеров большинство триггеров стратегиях которые основаны на объемом анализе да и в принципе по идее должны быть в каждой стратегии потому что объемный анализ это фундаментальные данные которые идут с биржи и это информация о том насколько интересно участникам текущая ситуация текущая цена то есть в отображении объемом мы фиксируем там всплеск активности допустим на таком-то диапазоне ну допустим сейчас вот возьмем евро да кстати если вам не сложно напишите в какой есть инструмент вы в основном торгуете и планируете изучать на курсе ну чтобы понимать все какие направления валютные либо же индексы либо же там металлы понятно бренд так Продолжение следует... Нефть, S&P... Ну, нефть в последнее время, наверное, из-за того, что акцентируют внимание очень много сейчас на нефтяные фьючерсы, на нефтяную котировочку, посматривают трейдеры. И, ну, те, кто торгует российский рынок, сейчас без анализа по нефтянке, ну, по объему тоже никак. Так, так, фунт, евро, канадский, голд, сильвер. Ну, отличный, интересный набор у нас получается. Нефть, валютные фьючерсы, само собой, и даже есть участники с индексами. Вот, Кати, FUSX, интересно, давно торгуете FUSX? Вот. Так, у нас сейчас вы видите ClusterChart. Это модуль, который непосредственно предназначен для комфортного, удобного и максимально эффективного использования данных об не только объеме, но и на дельте. То есть, непосредственно маркировка объема, который проходит в потоке суббиржи. Есть еще маркировка по агрессору. В 2007-2008, когда у нас еще не было маркировки, да, то есть с биржи, то есть у нас не было по факту, ну, данных, ну, то есть в сделке всегда есть инициаторов. То есть, если вкратце так быстро объяснить, допустим, у вас в наличии там на цене тысяч контрактов прошло объем, да, прошел объем тысяч контрактов. Допустим, это прошло даже в одном тике и даже одним трейдом. Вот. То в этой сделке в любом случае есть buyer-seller, это без этого никак. То есть, даже когда вы покупаете в супермаркете продукты, вы являетесь buyer-кассир, который либо тот же супермаркет является селером. То есть, в любой сделке всегда есть два участника – покупатель и продавец. То есть, ну, инициатором сделки также важно, кто является инициатором сделки. Если взять вы сделки, вы покупаете продукты в супермаркете, то в данном случае вы инициатор сделки, потому что вы пришли в супермаркет, вы выбрали товар и соглашаетесь на цену, которую выставил селер. То есть, в случае, если супермаркет приходит к вам домой, стучит в двери и предлагает какой-то товар купить по, естественно, акционной цене, это уже инициатор супермаркета, то есть, продавец. То есть, не вы пришли к нему, а он пришел к вам и соглашается на цену, невыгодную для себя. Поэтому инициатор сделки, он является в основном маркет-ордером и непосредственно, ну, маркет-ордера, они двигают рынок. То есть, они являются, ну, активной частью объема, то есть, так как, когда вы открываете позицию, вот вспомните, когда вы нажимаете buy market, либо же sell market, идет изменение тиков, ну, то есть, вас исполняют по ближайшему, там, допустим, аску, да, то есть, вас исполняют в любом случае, хотя бы минимально, но похуже цене, то есть, по ближайшему аску, если вы покупаете. Соответственно, вот произошло движение. Лимитные ордера в основном притормаживают рынок, так как можно выставить лимитный ордер огромный и будут биться в него маркеты, пока весь лимитный ордер не будет исполнен. Вот. Сейчас вы видите в кластер-чарт фьючерс евро-доллар и зеленые-красные огоньки на графике, ну, вернее, даже не на графике, на кластерном чарте. То есть, это баровый график, но с отображением объема в каждом баре. Это, если вдруг есть кто еще не знаком, так, с платформой Wolfix. Кстати, есть сейчас присутствующие, кто вот первый раз видит платформу Wolfix, либо же, там, буквально, там, недавно только узнал о ней. Есть, да? Значит, вот Илья и все, да? Не стесняйтесь. Значит, смотрите, платформа, буквально в двух словах, платформа Wolfix, она изначально создавалась для того, чтобы принимать данные с биржи, об объеме сделок, о сделках, цена, время. У меня поток данных идет на минимальном, то есть, на детальном уровне, до трейдов. Трейды я показывал на прошлой открытой лекции в TIG Search. Мы видели по инструментам, какой идет поток ликвидности. Давайте еще раз включу для тех, кто первый раз сегодня. Это поток данных, которые идут, ну, уже в обработанном виде, в плане, там, подача идет в понятном для трейдеров формате, потому что там идет просто такой текстовый поток, который невозможно воспринимать визуально. Естественно, здесь вы видите TIG, его цена, время TIG, то есть, минимальное изменение цены, объем в TIG, дельта, соответственно, красным цветом с минусом, это и есть фактически лента. Количество трейдов, то есть, в одном TIG не обязательно одна сделка происходит, это очень важно. Вот сколько трейдов, то есть, отдельных сделок прошло в одном TIG, 32 контракта объем в TIG, вот 19 минут 26 секунд, и из 32 контрактов 22 было на стороне агрессоров на продажу. То есть, видите, 32 объема, а 22 агрессора на продажу. То есть, вернее, даже не 22 агрессора на продажу, а разница между байерами и селлерами, разница минус 22. Значит, TIG это одна секунда, нет, 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 17 трейдов, TIG это минимальное изменение цены. Давайте я вам лучше продемонстрирую. Вот TIG, вот TIG график, он показывает на максимально детальном таймфрейме, но таймфрейм здесь не является основой. Да, здесь минимальное изменение цены, это TIG, да, то есть, вот, 10, 24, сейчас будет меняться, сразу стакан включим. Видите, 10, 24, 5, стакан сразу интегрирован к TIG графику. То есть, минимальное изменение цены, там проходит объем, вот, видите, здесь, мне сейчас прорисовывается серым цветом. Если отобразить информацию в бары, то сейчас вертикальная линия, вы видите, да, пунктирная, таким, выделенная серым цветом, это одна минута. То есть, фактически, вот это вот, одноминутный бар, вот, одноминутный бар, то есть, и вот, собственно, то, что происходит в самом доминутном баре. Да, вот, одна минута. Вот, минимальный шаг цены, один TIG. У разных инструментов он разный. Допустим, у S&P 25 центов, у акций 1 цент. Вот, видите, 2,75, 904,5, 904,75. Разобрались, да? Окей. Но, также на TIG графике можно очень много настроек делать, начиная от параметра маркировки BDASK, фильтра по объему. Вот, сейчас вы видите, фильтр по объему отобразил значение, то есть, объем в TIG, свыше указанного параметра. 1373 контракта, это в одном TIG, то есть, в одном TIG. Здесь 908 контрактов. И, естественно, когда вы, ну, видите информацию о том, сколько на максимуме или на минимуме, либо вообще в той ситуации, с которой вы сейчас активно работаете, проходит по объему в TIG, то есть, если аномальный объем проходит, то он может изменить сильно цену. Естественно, объем и является, как бы, топливом. Здесь самое главное понять, что вот, чем больше объема, тем больше топлива у этой машины, то есть, тем больше может сохраняться тренд. Это, ну, крайне важно, потому что очень часто трейдеры открывают позиции, да, но позиция открыта в период малого объема. То есть, по рынку, рынок, допустим, в ожидании какого-то события, там, Фомка, к примеру, либо же запасы нефти, там, выступление, там, Елен, либо же Бернанке раньше, ну, выступление какого-то президента страны. То есть, рынки ждут какую-то информацию, подтверждение, там, можно еще покупать, к примеру, вот QE3, да, программа смягчения, они там выкупают эти самые токсичные активы, кидывают в фондовый рынок кучу денег. И, естественно, S&P растет, учитывая ту ситуацию экономическую в, по безработице в Америке, ну, в общем, весь этот мыльный пузырь экономический, который лопнул в 2008 году. Все равно S&P растет, и, учитывая инфляцию, и программы смягчения QE3, вот, и все финансисты на Олдстрит ждут просто, когда скажут, что все, QE3 прекращается, обычно что-то новое вводят, то есть, пузырь дальше продолжается, только под другим названием, там, сплит, допустим, какой-нибудь программой. И, если уже завершается программа QE3, там, финансисты начинают уже скидывать фондовый маркет. Сейчас ключевое событие на финансовом рынке – это Сирия, и вот, скоро, там, президент Америки будет уходить с престола. Соответственно, просадка по фондовому рынку штатов должна быть, то есть, скидывать пакеты будут в любом случае себя перестраховать. Ну, вернемся к объему, дельте, и как используется эта информация. Значит, здесь таймфрейм стоит 15 минут, проскилл, неважно, 0,2, но лучше, конечно, 0,1 ставить. Суть не в этом. Здесь вы видите несколько гистограмм, левая гистограмма отображает суммарно, то есть, отображает данные в виде объема, либо же в виде гистограммы, то есть, сравнительно относительно тех объемов, которые есть на соседних ценах. Суммируется за все время, которое вы указали, допустим, 24 число у меня стоит, и с 0,0 по текущее время. То есть, все объемы, которые пошли по этой цене, они суммируются, то есть, в этот весь было одно значение. И относительно соседних цен вы видите, насколько там активна была по объему ситуация. К примеру, Европа очень плотно здесь проработала массив, и здесь вы видите самые такие востребованные цены были сегодня по фьючерсу на пару евро-доллар. Затем второй массив уже был пред открытием штатов, и штаты добросили объем, соответственно, здесь два раза поработали в диапазоне. 9.09.92 и 0.09.82. Вот 10 тиков плотно поработали по объему. Не эти, не те цены, а непосредственно вот эти, причем на разных сессиях. Это тоже вы будете учитывать, когда будете проходить Smart All-in Trading курс. Какая биржа сейчас работает, очень важно это знать и следить за этим. Потому что, допустим, те, кто на парах валютных на Форексе торгуют, иногда даже не знают, что они торгуют, допустим, сейчас период азиатских, работают азиатские биржи, а европейские уже закрыты. И, допустим, недавно закрылась только американская биржа. Ну, то есть, это в объемном анализе важно, потому что в разный период разная ликвидность на рынке. Если вы посмотрите на гистограмму снизу, такая зеленая-красная, соответственно, зеленым цветом выделены объемы с агрессором на покупку, то есть, рыночные ордера на покупку, и красным перевес на стороне селлеров. На графике также вы видите зеленые, ярко-зеленые, чуть темнее по цвету, как вот здесь, маркеры. Это фильтры, то есть, вам не нужна вся информация об объеме, то есть, вот видите, на каждой цене какое-то определенное количество объема проходит. Там 235 контрактов, 350, 700, 130, 1675, то есть, видите, как выделяется объем из всего потока объема непосредственно. Здесь также 2000 контрактов за 15 минут по цене. И некоторые объемы из них подсвечены зеленым либо красным цветом, и что они означают. Значит, здесь идет фильтрация по... Сейчас перепроверю, чтобы все правильно было. Да, правильно все. Свыше определенного количества контрактов срабатывает фильтр тем цветом, который вы выделите. Ну, вы можете поменять цвета, то есть, если вам не нравится красный-зеленый, там синий-зеленый, пусть, либо красный-синий, можете поменять. Вот, то есть, вы знаете, что на этой цене за 15 минут была больше разница именно бит-дельта. То есть, здесь бит-дельта и аст-дельта. Причем, два уровня. Темнее чуть цветом, видите, поменьше идет дельта, и ярче, естественно, выше 300. То есть, вы видите, что в определенное время активнее работают агрессоры на покупку, в определенное время агрессоры на продажу, и это крайне важно в торговле, потому что даже на фундаментальном уровне, когда вы можете анализировать информацию о количестве спроса и количестве предложения, вы можете очень легко и быстро, использовав разницу между количеством спроса и количеством предложения, разобраться, кого больше, и, соответственно, тактически действовать, исходя из результата. Внизу гистограмма суммируют происходящее за выбранный таймфрейм. Сейчас 15 минут стоит, бары формируются на 15-минутном тайме, то есть, все, что за 15 минут прошло по дельте, суммарно отображается в нижней гистограмме. То есть, это не объем, а уже разница, то есть, насколько объема больше у байеров, либо же селлеров. Обратите внимание, какой был период на евросессии с 6 часов. Вот здесь практически 400-500 контрактов, разница была на байере за 15 минут, потом чуть меньше уже, также на байере, нулевая дельта, то есть, в районе там до 100 контрактов, в принципе, там уже идет как нулевая дельта, то есть, такой, как бы, зазор, буфер, бампер, бампер. Ой, Илья, если вам не сложно, то на русском языке пишите. Вот. И активность более объемная продолжалась до открытия Америки. Открылась Америка, естественно, в 8.30, и также активность была на стороне байера. Тут периодически сбрасывают по стопам вот этот паттерн, видите, да, здесь проскакивают по 1900, 792 контракта, 900. То есть, у любого тренда есть, как бы, перерывчик, да, то есть, участники крупные, которые идут с крупным объемом на рынке, они не могут постоянно обеспечивать крупным объемом стабильно, как лента, как конвейер, да, то есть, допустим, здесь создали импульс, вот здесь все цены практически, кроме вот одной, там, скорее всего, были стопори у тех, кто по Европе еще оставил позиции. Вот здесь массив с хорошей разницей на покупку. Здесь также массив больше преобладает на покупку, и суммарно здесь тысяч контрактов практически, здесь чуть больше тысячи. То есть, толкнули маркет, пока там идет размещение новых ордеров, либо же заходят какие-то другие участники, то есть, происходит небольшой коррекционный момент. Вот, то есть, поэтому вот они создали движение с 0.982 до 10.44, 10.45, чуть-чуть зафиксировали. То есть, для крупного участника зайти здесь огромным объемом, ну, даже 3000 контрактов, вот это простоять, это достаточно огромный кэш. И то, что здесь сбросили часть позиций, и мы видим активность по 850 контрактов на стороне Солера, это, ну, ожидаемая ситуация. Мы также будем изучать прогнозирование, закономерности, то есть, ожидаемой ситуации станет для вас достаточно много, и изучив карту уровней и используя позиционирование будущей сделки, либо же вообще моделирование ситуации в сетке уровней, в текущей ситуации относительно текущих уровней, уровней поддержки по объему. И снова возобновилась активность на стороне Байера уже после сброса. И вот, в общем-то, затихли они пока, вот, висят в диапазоне, но обратите внимание, вот этот диапазон они почему-то еще не пробили. Выравнивается VWP. VWP, ну, если просто, действительно, он как бы разделяет свой диапазон на, ну, как экваторов. И выше экватора, естественно, это северная часть полушария, ниже южная. То есть, Байер, выходим за экватор выше, то есть, активность внутри текущего интервала, ну, либо же периода, который вы выбрали, указывает на то, что у Байеров сейчас преимущество, пока они удерживают выше экватора, только уходят ниже экватора, все, уже активность Байеров наслабла. И пока вот этот диапазон не пробьют ниже, вполне есть шансы на сохранение Байером активности до закрытия биржи. Началась эта вся активность с вот этой точки. По поводу трендов и... Аристарх Иванович... Больше вопросов нет. Активность также была и на стороне Байера с трех по 4.30 и периодически проскакивает дельта на продажу. То есть, в любом случае, идет периодический сброс позиций и... сброс по стопам других участников перед покупкой. Обратите внимание, основную базовую формацию на Европе сформировали на 0.982, 0.992. Затем успешно сходили за стопами коллег и снова идет загрузка на покупку. То есть, вот этот процесс, он, в принципе, можно его по критериям, по определенным правилам, зафиксировать и даже использовать в качестве триггера на обход. То есть, когда вы четко по дельте видите, что сбрасывают по стопам относительно определенной локации, либо же накануне был объем хороший, размещался, как здесь, да, с 3.15 по 4.30, здесь вот плотненько шли на покупку. И затем идет сброс по стопам. И сразу же идет до загрузка на втором уровне. То есть, естественно, по цене лучше. Это им, в принципе, на руку. И средневзвешенная их позиция идет там в районе 0.980. Ну, если так грубо взять на глаз. И, как видите, до Америки не пустили ниже ни на тик. То есть, не пустили ниже, потому что их позиции в рынке, все, что ниже, уже как бы средневзвешенная позиция будет убыточной. Зона боли, как мы называем, либо красная зона. Также будете учитывать и советую учитывать такие моменты. Допустим, по текущей ситуации, вот эта формация вся на байере. Если даже учесть количество участников на рынке, их огромное количество. Возьмем, допустим, те, которые крупно работают. На английском кто-то пишет. То, ну, по объему можно выделить, где именно основная часть позиции размещалась, вот этот активный период на стороне байеров. То есть, мы возьмем с открытия Америки и по 10.00. Вот у нас хорошая территория по времени. Здесь, кроме 1.15 минутки, преимущество было на стороне байеров. Вот, мы возьмем Вот эту функцию, если выбираете, то в кастомизированный профиль можно сделать. То есть, вы выделяете определенную часть графика и выстраивается, надеюсь, вам видно. Также ограничить не только временем можно, но и ценой. Надеюсь, вам видно, конечно. Ну, вот такой еле-еле видно профиль сформирован. Непосредственно я выделил вот эту часть графика. И по объему у нас идет две такие крупные цены. Вот, в районе 10.16 и 10.40. Кроме объема, еще можно посчитать здесь, чтобы платформа посчитала разницу по цене именно за этот период по дельте. То есть, разница между байерами и селлерами. То есть, учитывая именно эту локацию, мы можем выделить непосредственно, были ли там активные байеры, либо же нет. И, соответственно, делать какие-то выводы. Так, у нас получается 10.34 и 10.44. Вот у нас такие цены идут. 10.34 это суммарно вот здесь топовая цена с наиболее крупным объемом в разнице. И 10.16. Это были как раз на импульсе, когда шла покупка активная на открытии. Соответственно, если примерно даже на глаз прикинуть средневзвешенную позицию этих байеров, ну, в районе 10.32 примерно, да. Но, опять же, это не один участник все размещает. Это какие-то банки, фонды. То есть, там достаточно много участников. Можно на параметрах дельта процент также посмотреть, в процентном соотношении, где было в разнице покупки, продажи больше участников. Объем относительно дельты тоже важный аспект, потому что разница между байером и селлером в 100 контрактов, к примеру. Возьмем ситуацию и возьмем дельту в 100 контрактов. Так, берем ситуацию, когда у байера 500 контрактов на активность, у селлера 400. Объем суммарно байера и селлера будет 900 контрактов. Разница 100. То есть, всего объем прошел 900 контрактов, дельта 100. То есть, это разница между объемом байера и селлера. И возьмем другую ситуацию, где дельта тоже 100. Объем байера, допустим, 24 тысячи контрактов, 24 тысячи 100 контрактов. И у селлера 24 тысячи контрактов. Дельта 100. То есть, дельта 100 контрактов, но относительно какого объема, тоже очень важно за этим следить, потому что, допустим, в этом случае, это абсолютно незначительный перевес. То есть, это малая дельта относительно объема в расчете. А при 900 контрактах стоит 9 часть, дельта только. То есть, тоже немаловажный аспект. Особенно, когда на акциях дельту можно посмотреть, и там бывает просто, там, чуть ли не нулевая. Нулевой бит, допустим, аск, там, несколько миллионов акций. То есть, абсолютный перевес за байером и, соответственно. Итак, естественно, очень много стратегий базируется на работе контртрендового и по тренду. Это, ну, большая часть вариаций торговых стратегий. И с чего же начинается тренд, да? То есть, всем хочется знать, когда начинается тренд. То есть, начало тренда, первый нулевой уровень, да? Чего начинается достаточно, там, какие-то длинные, затяжные тренды. Причем, наблюдая уже с 2008 года, в, ну, ситуации с трендами, все-все-все меньше и меньше времени сохраняются какие-то такие, ну, тренды без полностью реверса, без изменения. То есть, время существования тренда, то есть, динамики с однонаправленным расширением цены, то есть, на покупку, например, либо же на продажу. Все меньше времени сохраняются такие динамики. То есть, раньше, ну, если взять еще время, когда, там, по телефону нужно было, даже не по телефону, а, там, не знаю, как мне... Телеграфировать, вот, вот, правильный ответ. И, чтобы открыть позицию, либо же узнать информацию о котировках, там тренд сохранялся, ну, года. То есть, периодически, естественно, так же происходили, там, какие-то экономические кризисы. Но сейчас, за счет того, что электронный трейдинг позволяет вместе с программами, вместе с софтом, крупным участникам размещать быстро позиции, анализировать очень много информации. Им с вот этим просто кредитным плечом, напечатанным объемом в долларах, допустим, нет особой необходимости зайти в позицию и держать, там, годами переживать за эту позицию. То есть, с их объемом им достаточно небольшого отрезка времени, чтобы заработать кэш и зафиксировать позицию, затем снова зайти, то есть, снова и снова и снова. И время сохранения тренда все меньше и меньше. А сейчас эпоха, период высокочастотных алгоритмов, там все сводится до борьбы за доли секунды. То есть, чтобы на доли секунды больше, быстрее, либо раньше получить котировку, данные об объеме, о дельте, то есть, ну, ускоряется рынок. Я думаю, вы также заметили и волатильность, и очень много появилось индексов волатильности. У нас есть свой, о котором я расскажу в следующем открытом вебинаре. Индекс волатильности и уже тиковые технологии, там мы затронем эту тему. Значит, с чего же начинается тренд-ответ? То есть, в любом случае, до тренда есть какая-то динамика, да? То есть, если у нас нулевая точка, допустим, возьмем это как нулевую точку тренда внутри сессии, масштаб внутри сессии, да, то до этого была какая-то обратная тенденция, правильно? То есть, тренд меняется на другой тренд только при наличии обратной динамики. То есть, боковик на рынке крайне редко, ну, в плане трендов, как боковик. Потому что в основном тренд это либо падение цены, либо рост. Но есть еще такие периоды, как волатильный флэт, просто флэт, там, затяжной флэт. И период флэта тоже можно считать неким трендом, потому что иногда это даже делается искусственно, манипулятивно. Так вот, вот эти вот точки разворота, либо нулевые точки тренда, точки отчета, можете просмотреть на истории, у кого не было еще платформы Wolfix, можете взять демо-версию на сайте, там сразу же увидите баннер демо. Заполняйте там форму и сразу же на почту получите логин-пароль. Зайдите и посмотрите на истории свой инструмент на кластер профайле, допустим. Откройте классы профайл. Возьмите сначала интервал day, ну, дневное, возьмем там евро будет. Склейку контрактов не забудьте нажать. И возьмем там за год. Даже не 23, а 27. Сейчас подгрузится котировка за год. Вот, у нас есть котировочка. Сейчас я немножко проискил сожмом. Я изменил шаг цены с минимального. В 5 раз просто сожжал, чтобы весь график поместился. Сразу хочу сказать, чтобы посмотреть за год историю, нужно нажать кнопку mesh contract. Это фактически склейка фьючерсных контрактов. Потому что у фьючерсов есть такая вещь, как экспирация, и она просто, эта кнопочка необходима, чтобы склеить разные там экспирации. Даже немножко темнее поставим цвет, чтобы она не мешала. Здесь 18. Так, вот у нас за год котировка. Это изменение динамики евро. И здесь обратите внимание, сколько таких вот трендов. Внутри контракта может быть 2 тренда, либо же 1, либо flat, вот как здесь. Практически весь период рынок просто на волатильности стоит в коридоре. И обратите внимание на нижнюю гистограмму. Сейчас я здесь поставлю цвет темнее. Видите, гистограмма и определенные значения, выделенные оранжевым, либо красным цветом. Это фильтры. То есть, фильтр другим цветом выделяет те значения, которые выше указанного параметра. То есть, весь объем вам не нужен, правильно? Вам нужны именно те моменты, те цены, то время, когда объем больше, чем норма. То есть, норма это стандартная работа рынка. То есть, рабочие дни, рабочие часы, то есть, торговые минуты. Средний объем за минуту, допустим, там 300-500 контрактов. А в минуту прошло там 2500 контрактов. То есть, это 8 раз, если брать 300 контрактов средний объем за минуту. 8 раз увеличился объем транзакций, сделок по инструменту именно на каком-то определенном ценовом уровне. Вот. То есть, естественно, и вот для этого и нужны фильтры. Вот на всей, на всей котировке выделены фильтры. Вы видели там 25 тысяч контрактов. Это красным цветом по цене за день. И 18 оранжевым. давайте посмотрим, где у нас в эти всплески происходили. Возьмем самую максимальную точку 24-го, 08-го. Вот этот объем прошел 15-90. То есть, затем было изменение цены, то есть, коррекционный момент, можно сказать, и продолжение тренда. То есть, следующий такой всплеск произошел у нас 4-го, 12-го. Если все верно, да. 3-го, 12-го, соль. Объем его прошел не на самом минимуме, в этом всем объеме крупный, а непосредственно на вот этих ценах. И этот уровень как раз удерживали достаточно долго, я вам хочу сказать. То есть, вот фактически нулевые точки изменения тренда. И они в большинстве случаев, в большинстве случаев тренд начинается непосредственно от какого-то крупного игрока, который меняет правила, да, меняет динамику рынка. Есть в любом случае участники, которые получают информацию максимально приближенную к инсайду, то есть, там, управляющие либо владельцы крупных корпораций, конгломератов, банков, хедж-фондов. Вот, обратите внимание на периоды, когда идет активность несколько дней подряд. То есть, видите, вот здесь практически вот две сессии тут простояли, здесь сняли с топорей и потихонечку пошли на шорт. Также вот здесь активность была, тоже два дня подряд крупная, здесь три непосредственно вот крупный объем корректировали и где еще там, ну, вот, ближе к нашему времени, таких всплесках, ну, всплески стали реже происходить, такие гипернормальные. Ну, в 2015 году там достаточно много событий было касаемо евросектора, да, то есть, и индекса доллара, и для фьючерса, фьючерса на пару евро-доллар было очень много событий, которые для оценки тренда, да, то есть, могли очень часто менять в этом плане динамику, и в принципе, еще такое событие, которое ожидается, это ставка Меркель, уже про выход Британии, я думаю, вы уже знаете, из еврозоны, зачем я показываю вот эти вот всплески, для того, чтобы изменить динамику на продажу, к примеру, на покупку, технически, крупным участникам нужно первое, это остановить падение, вот, то есть, тренд на продажу нужно хотя бы для начала остановить, то есть, чтобы цена не падала больше, что происходит, байеры начинают скупать всех селлеров, то есть, идет какой-то период времени, скупка селлеров идет, то есть, они ее ликвидностью полностью перекрывают все, что предлагают селлеры, причем, цена чем ниже к минимуму, тем она, ликвидность падает со стороны селлера, потому что на минимуме продавать не каждый решится и это соответственно на ликвидности отображается и остановив маркет от падения, следующий этап это удержание какое-то время цены на хотя бы на уровне флета, то есть, чтобы не падали еще ниже, то есть, не показывать снижение, то есть, и затем уже происходит первая такая активная расширение цены как раз вот вы видите на таких объемах они проходят, то есть, первые такие обратите внимание на последний вот тренд, который начался вот происходила скупка всех, кто был на шортах, да, вот они достаточно долго обратите внимание, очень долго всех собирали, собирали байеры всех, как только все закончились, они удерживали цену, но здесь правда недолго они там решили постоять, буквально где-то 4 дня или 3, 3 дня, но начали тормозить тренд, вот, то, что я вам только что рассказал, по-схематике, схематике, и вот пошел разворот, собственно левая точка тренда, точно так же будет происходить и на продажу, только на покупку разворот, он происходит всегда чуть-чуть дольше, сложнее и почему-то психологически человеку легче продавать, чем покупать, и покупки, они чуть дольше формируются, сложнее, немножко модели даже на покупку отличаются от моделей на продажу, вот, то есть, это такой, ну, как бы, можно сказать, модель разворота, да, реверсивная модель, они разные бывают, но их не тысячи, их даже не сотни, вот, то есть, их можно изучить, и их можно в следующий раз узнать сразу. Масштабность разворотов, реверсов от дней до тиков, можно точно такие же формации найти на тиковом графике, соответственно, вот этот весь процесс желательно мониторить не только по объему, то есть, это, как бы, совет, да, если вы работаете, как бы, на поиск начинающего тренда, то есть, когда он начинает меняться на продаже на покупке, то есть, в эти экстремумы, обязательно следите за объемом, то есть, если идут продажи, то, если на рынке нет объема крупного, который вот таким всплеском может развернуть маркет, это, продажи могут еще продолжиться, то есть, либо будет дальше падение, либо же максимум флэт, но не разворот, большин, наверное, процентов 80 всех разворотов, они всегда происходят на всплеске объема, единственный случай, когда просто уже байеров нету, к примеру, да, и рынок разворачивается, начинает падать, потому что очень мало байеров, никто не верит покупке, и там, допустим, не планирует больше покупать инструменты, да, там, фьючерс, видите, тоже всплеск, сразу же, то есть, это не означает, что как только вы увидите объем свыше нормы, да, 314 тысяч контрактов за день, то есть, это европейская сессия, американская и часть ночной сессии, то сразу пройдет разворот, может быть, дозагрузка, для этого нужны определенные правила, порядок действий тактических, чтобы отсеять дозагрузку и идентифицировать непосредственно разворот. модели дней, то есть, ну, там, схемы разные, но их немного, то есть, это не, на самом деле, кажется сначала, что котировка выглядит хаотичной, нет, она не хаотичная, здесь достаточно более понятная структура, главное, просто разбить ее на более проще объекты. так, теперь можем несколько вопросов, если есть, касаемо темы, следующая будет лекция второго числа, тоже в 20.00, по этой же ссылке приходите, в принципе, кому интересно, просто послушать, либо же будущие участники Smart Volume Trading, на канале YouTube моих лекций открытых очень много, если вы только присматриваетесь к объемному анализу, советую пройти на YouTube канал Wallfix именно официальный, потому что в последнее время люди попадают на какие-то сторонние каналы и сайты, то есть, и ну, как бы, думаю, что это официальная допустим YouTube канал компании Wallfix и соответственно смотрят какие-то ролики, причем ну, не мы их размещаем, люди сами записывают, поэтому будьте внимателем. Я думаю, вы быстро сможете отличить наш YouTube канал, либо зайдите на сайт, там сверху есть кнопочка «Наш YouTube канал», и вы сразу же попадете на тот, который нужно. Фунт упал ниже уровня, где в истории в платформе Ofix нет такого уровня. Давайте откроем фунт. вопрос. Вы описали только что то, что вы видите на своем мониторе. Я это прочел, теперь мы все видим то, что вы увидели. мне нужен вопрос. почему в ней нет объемов? В ней есть объемы. объемы. Просто на фоне длительного периода они кажутся незначительными. Там есть объемы, по котировке проходит ликвидность. Тут вопрос в другом. А как вы ее используете вообще? Эту левую гистограмму? Костя вопрос задал. Техни... Размершиваясь против фигуры технического анализа. Я давным-давно когда-то проводил курс Сибиоз технического объема анализа. Это давненько было, точно проводил. Так вот, технический анализ я изначально с первого дня в себя в трейдинге изучал непосредственно объемный анализ. То есть с самого первого дня. Не на форекс на метатрейдере не торговал. То есть я видел терминал окно то есть даже видел терминал брокера метатрейдера то есть со стороны брокера но через метатрейдер не торговал то есть повезло может быть слишком много информации в первый же год получил и сложновато было первое время но технический анализ я для расширения понимания вообще какие типы анализа есть какие эффективные какие нет и изучил просто чтобы знать технический анализ и начал комбинировать моменты где на техническом анализе идут триггеры на продажу либо триггеры на покупку и комбинировать с объемным анализом и оказалось что объемный анализ раньше дает сигнал вот то есть допустим возьмем не знаю там ну тут например вот да какая-то идет тенденция у нас есть вот три даже две вершины вот у нас то есть с какой из этой точкой можно шортить а с какой нет то есть допустим если взять вот этот уровень сопротивления можно здесь шортить либо же нельзя используя только время и цену то есть данные только то что дает метатрейдер техническом анализе это превращается в ожидание то есть вы ставите лимитный ордер либо просто на этом уровне по маркету нажимаете продажу и вы ожидаете отобьется от этой линии цена либо же нет то есть фундаментально этот же уровень можно проверить и на объем анализе то есть видеть поток ликвидности на этом уровне или ближе к этому уровню и оценивать есть там агрессоры на покупку либо на продажу кого больше то есть уже результат отсеивания ложных пробоев становится лучше то есть уже часть убыточных сделок она отсеивается то есть так как вы не видите там продаж то есть подходят к этой цене а продаж вы не видите идут байеры они давят на маркет ликвидностью вот то есть затем точки входа к примеру если взять я рассматривал по голова и плечи да то есть у нас идет левое плечо потом голова и правое плечо в техническом анализе как бы в основном рассказывают о более наднежном входе это при пробитии линии шеи на отработке и уходим на покупку так вот в объемном анализе можно заходить уже с этого уровня потом более среднего по риску вход с правого плеча на пробитие вот этот уже естественно максимально безопасный то есть объемный анализ он раньше дает учитывая масштабируемость и собственно возможность анализировать даже данные на тиковом уровне то есть на самом минимальном так также в объемном анализе очень просто объясняется формация равноудаленного канала формируется площадка то есть ценовой диапазон грузится объем допустим байеры входят на покупку по рынку затем дисбаланс то есть в любом случае они будут покупать покупать если у них достаточно крупный объем пока не иссякнет встречная ликвидность на продажу как только она исчезнет сразу же произойдет резкий дисбаланс спроса предложения то есть ну разница создаст расширение цены это произойдет до какого-то уровня во-первых на ком-то уровне опять же начнут уже селеры вести себя более уверенно то есть уже будет считать что там цена достаточно перекуплена плюс эти же байеры в любом случае периодически сбрасывают покупки то есть брос покупок на этом уровне вызовет краткосрочный такой коррекционный момент затем снова до загрузка и дальше выстрел снова до загрузка и дальше выстрел и так пока не как в кирическом анализе вот этот пик максимум либо на уровне начнет выстраиваться либо ниже и затем пробитие то есть уже пробитие канала является триггером на продажу хотя на объемном анализе можно и здесь заходить на шорте здесь то есть имея при наличии дельту объем тиковые данные в принципе то что есть по форме офикс этого хватает так вот если посмотреть вот такие тренды на кластер профайле либо же на кластер чарти то вы заметите какие уровни защищаются сильнее какие нет то есть особенно там где был крупный объем так михаил написал все таки вопрос если объемы в левой гистограмме минимальная по сравнению с предыдущим передом как понять что цена становится и начнется разворот ну во первых вот здесь вот эта гистограмма она немного используется не совсем так просто сейчас мы смотрим за несколько лет сколько здесь полтора года примерно котировка естественно за полтора года какие-то цены торговали чаще да то есть они были более популярны то есть вот этот коридор видите достаточно часто много контрактов была цена здесь суммироваться здесь достаточно много объема но начнем с того что на лево гистограмме суммируется объем разных периодов трасс потом в какие-то периоды там был объем селлеров допустим возьмем участок вот этот да объем который здесь ушел в сумму да в тотал здесь допустим пытались развернуть байеры маркет то есть у них там частично получилось но локация массив объема который был на этом уровне вот он отобразился так и не пробили то есть не пустили выше то есть здесь активность байеров была здесь селлеров потом этот уровень пробили естественно они снова пробуют то есть уже как бы вот этих байеров скорее всего либо выкинули с рынка то есть по стопам закрыли позиции либо они второй раз заходили неважно но какие-то локации потом цена возвращается на этот уровень и здесь допустим работают уже селлеры селлеры то есть объемы селлеров байеров суммируются поэтому такие большие периоды гистограмма левая необходимо лишь для внутри контракта допустим да если брать к примеру внутри контракта период текущий там 15 декабря стандартно возьмем там 10 минут интервал по поводу вопроса кости симбиоз технического объемного анализа обязательно будет в смарт волюм трейдинг во втором блоке или в первом я не помню расписание скоро вывесят на сайте посмотрите там в каком блоке что будет изучать не 10 минут многовато давайте 30 пересмотрели все что на ютюбе я на самом деле изучаю все то есть единственное что еще не дошли руки это до опционов просто ради себя ради развития чтобы не стоять на одном месте даже если на чуть-чуть мне поможет это понимание того что происходит на рынке я это буду изучать поэтому читайте все что попадается под руку даже если это просто рассказ какого-то старого фондовика либо брокера либо банкира о своей молодости как он там торговал на бирже еще в яме поверьте в любом случае там будет много воды но какие-то моменты все-таки какая-то информация будет достаточно полезной так что я делал так отвечал на вопрос и допустим вот допустим гистограмма это уже я на вопрос Михаила отвечаю относительно текущего контракта то есть марта да мартовский контракт и прошли минимум и там рынок впервые то есть там еще не был в этом контракте то есть на этом диапазоне в любом случае есть объемы скорее всего вам не ясен вопрос что делать если там цена уже еще не была да то есть кроме левой гистограммы вам обязательно нужно еще мониторить нижнюю гистограмму то есть когда происходят всплески допустим вот в этом контракте был всплеск в этих точках и в этих давайте проецируем где они происходили вот видите здесь немножко остановили шарты и коррекционный момент сделали и снова заходят целеры всплеск разворачивают вот эти уровни гистограммы желательно выделять коридор то есть массивность и ну отсеивать комбинирование разных по маркеру массива допустим байеров и селлеров потом снова байеры потом снова селлеры то есть там каша из маркеров по массиву и надежность такого уровня будет похрамывать вот то есть лучше сколько времени суммарно по цене это для внутридневного использования очень полезно то есть допустим там относительно часа выделить на за период неделя к примеру сегодня у нас среда вот прошлая неделя точно ну вы наверное видели как на Wall Street Online я выделяю ядро недели то есть вот здесь понятно да есть какая-то разворотная формация здесь несколько дней были на одном диапазоне окей то есть но если тут был допустим рост тут объем какой-то прошел потом снова здесь наберут продажи то есть это все суммировать в один total неправильно вот допустим обратите внимание здесь очень мало времени был маркет видите 7200 контрактов 4.5 но визуально на графике там очень мало времени был маркет очень мало 7200 контрактов здесь несколько дней нужно было рынку устоять чтобы дойти до 10 тысяч контрактов по одной только цене вот это от десятки начинается можно даже выделить total price volume вот зеленым цветом будет там где десятка даже сделаем так семерка и десятка вот так оттенки одинаковые розовый там где десятка зеленый там где семерка то есть несколько дней нужно рынку находиться на одном диапазоне чтобы там суммарно десятка прошла а здесь буквально вот на Европе и на Америке даже соль это на следующий день соль да 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 два раза вот на Европе разместили и снова на Европе все 7 тонн зашло по 4-5 всплески такие очень важны очень допустим здесь тоже 8 8,5 тонн объем прошел здесь достаточно долго были по за штаты вот здесь с 10-30 по штатам до закрытия на следующий день вот штаты загрузили вместе с Европой и на следующий день этот уровень уже не пробивают то есть эту информацию вы считываете для себя и понимаете что там крупный объем разместили его не будут пропускать ну моментов достаточно поэтому полгода приходится ну можно и за три но в любом случае нужно пройти как бы период практики то есть отработать это все на живом рынке теория теории но практики это обязательно допустим когда я стажировался еще в 2007 году на теории всем все понятно было все 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 понимали всем казалось что они волки из волк когда началась практика на демо только на демо уже несколько человек просто начали понимать что это не их и ушли потом когда уже начался реал еще люди ушли то есть это потому что трейдинг такое занятие не для всех то есть не то что там уровень IQ либо же просто не каждому понравится это либо не талант в другом например в чем-то петь либо же там отличный инженер но вот трейдинг еще не каждому может понравиться по сути какие объем было в районе 45 65 44 45 65 44 45 здесь суммарного за неделю 742 и 45 65 а зачем он 3000 контрактов 45 64 тысяч контрактов а 45 65 3 200 08 24 сейчас попробуем узнать разницу какую вам нужно евро новая фунда еще есть вопросы если нет вопросов тогда я буду заканчивать и прощаться с вами встретимся на устрет онлайн в пятницу 20 00 либо уже 2 числа на продолжение 493 контракта на стране селеров 45 65 1 44 за неделю 458 на стране селера набрать пускай плят получится напишите просто skype wall fix education и там рома будет или кто то еще спасибо выводим. Жду конкретный вопрос. В левом экстреме еще нет объемов, а в горизонтальной цена будет дальше падать, просто триггера для разворота мало, то есть по уровню, то есть чтобы получить триггер на реверс, в любом случае, если в большинстве, большинство любого реверса проходит на объеме, то есть это в принципе логически правильно, то желательно дождаться триггера, то есть когда пойдет всплеск объема и он начнет диктовать направление. Может и развернуться за счет отсутствия селлеров, то есть селлеров просто не станет по каким-то причинам новость или еще что-нибудь, а байеры, допустим, про эту новость еще не знают, будут покупать себе обычным объемом, просто отсутствие селлеров, естественно, нет ликвидности встречной, и байеры будут расширять даже на малом объеме котировку. Тут еще вопрос момента времени, то есть тоже как бы там есть как бы нюансы, но это же вступительный, всего не расскажешь и времени не хватит даже за один вебинар. Окей, тогда вопросов нет, спасибо, что пришли, посетили вебинарчик, запись будет попозже, как только зальют и, в принципе, на сайте и в рассылке. Хорошего вечера, до свидания, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok